Долларизация экономики препятствует проведению независимой денежно-кредитной политики, что снижает ее эффективность и влияние центробанков. Китай уже начал борьбу с американской валютой. Курс юаня укрепился к доллару до максимального уровня за два года. В октябре 2016 Международный валютный фонд добавил юань в корзину резервных валют, используемую для расчета специальных прав заимствования. Это позволило стать юаню одной из пяти главных валют мира, а также интегрировать китайскую экономику в мировую финансовую систему. Китай занимает первое место в оборотах мировой торговли. Государство планирует перевести торговлю нефтью на китайскую валюту, в обход доллара. В случае перехода на юань всех торговых операций Китая доллар значительно ослабит свое положение. Укрепления юаня достигнуты и благодаря Европе. Центральные банки Германии и Франции подтвердили, что часть резервных финансов была переведена в китайскую валюту. В юань также инвестировали банки Бельгии и Словакии. Банк Испании заявил, что планирует инвестировать в юань. Это вызывает дополнительный спрос на юань. Это дает возможность привлечь иностранный капитал в государственные ценные бумаги, выпускаемые китайским правительством. Это увеличивает устойчивость китайской финансовой системе и в том числе международное положение китайского правительства. Проблемой для перевода валюты в свободную конвертацию является сам Китай. Власти страны не отпускают контроль над юанем. Это затрудняет выход валюты на международный рынок. В случае снятия ограничений экономика Китая пострадает. Однако процесс интеграции юаня в мировую торговлю уже стартовал. Артем Тупичкин, Универньюз.